Дальше Всевышний Аллах Субтитры говорит Если Аллах даровал человеку Писание и власть, то есть хукм, это либо власть, либо что? Знание, либо умение принимать решения. И пророчество, то ему не подобает говорить людям, будьте рабами мне, а не Аллаху. Напротив, он говорит, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писание, изучаете его. И подавая человеку, которого Аллах одарил книгой. То есть, то, что Всевышний Аллах сказал, не подобает человеку, я не Иса, алейсалям, то есть подразумевается Иса, алейсалям. Я еще раз напоминаю, мы много раз говорили, когда с алифы говорят, прайдные предшественники в Тафсире, Иса и так далее и тому подобное. Это как пример, то есть не подразумевается, потому что у нас Правило шарианское гласит То, что надо считаться с общим смыслом слова, а не с причиной, по причине которого был смысл. Поэтому Это нафия, отрицание, башар, у тебя пришло, что? Накера. Правильно же? В определенном состоянии охватывают любого человека. Любого человека. Я не Иса, то есть имеется в виду Иса, как пример. Это по той причине, что христиане Наджрана говорили, заявили о том, что Иса приказал им сделать из него божество. То есть не подобает человеку, то есть Чтобы Всевышний Аллах одарил его книгой, а Инджиль, то есть в отношении Иса, это Инджиль. Ата, я бы сказал, что не подобает человеку, я не Мухаммад, имеется в виду Мухаммад, чтобы Аллах одарил его книгой, Ай-Кур'ан. Это по той причине, что Абу-Рафи, Ай-Кур'аза, из числа иудеев, и также глава христиан Наджрана, оба сказали, что Ты хочешь, чтобы мы тебя поклоняли и превратили тебя в божество? Факали ма'аза Аллах, правокусал Ассалам сказал, пусть Аллаха велишот ан-Амур аби-ибада тигарилля, чтобы я приказывал кому-то поклоняться, кроме Аллаха. Ва ма бидзалик амар аниля, Аллах мне подобного не приказывал. Ва ма бидзалик абаафани, с этим Всевышний Аллах меня не посылал. Фа азалил Аллаху тааля, ай, и поэтому Всевышний Аллах не спасал аят ма гана ли башар. То есть не подобает нам говорить о подобном. Когда обвиняет какого-то мусульманина, верующий что говорит? Не подобает нам говорить, никогда обвинять человека, если у нас нету на этом долг. То есть, по словам башар, недавно человеку, джамию бани адам, все дети Адама. То есть, в арабском языке башар, это нету не единственное число. Как слово каум, как слово джейш, как слово народ, или слово армия, юда мауду аль-вахид уль-джам. То есть, используют как в отношении одного говорят башар, так и в отношении множества говорят башар. Это для тех, вот эти моменты очень важные, барак луфикум, в тафсире аль-багави, для изучения арабского языка. То есть, не подобая человеку, если Аллах даровал человеку писание и власть, подхукм има багуит аль-фагм уль-илм. Подразумевается, что? Понимание и знание. Братья, Аллах сп. знание писал чем? Властью. Аллах сп. писал знание, властью. Так же говорят, подхукм имеется в виду, то есть, у аль-фукма дал ему власть, почему? Потому что человек, барак луфикум, который не спасал Всевышний Аллах, Аллах доносит его до людей. И пророчеством, если Аллах дарил, то есть, высокое положение по причине пророчества. И потом говорит людям, будьте мне рабами. И в этом положении кому? Христианам. Помимо Всевышнего Аллаха. Однако, они говорят, напротив, будьте. То есть, на самом деле, заявление пророков, их призыв не был, поклоняйтесь нам. А их призыв какой? Наоборот, был у алякины. Мы условно перевели, духовные наставники. Однако, атафсиров у него много. У Ахтали Фуфии среди ученых было разногласие. Что значит духовный наставник? То есть, вот, пророки приказали своим последователям быть духовными наставниками. Перед тем, как читать, у нас слово роб, взять на слово роб. Либо приписывается Господу, Субханна Аталия. То есть, говорят же, как, знаете, как говорят, как по-русски говорят, Божий человек, что ли. Вот, что такое. То есть, будь, вот, как бы, рабом настоящего Всевышнего Аллаха. Отсловно, будь настоящим рабом Всевышнего Аллаха, как от слова тауфит рубубия. То есть, что такое тауфит рубубия? Тауфит рубубия, баракалуфикум, это когда человек верит в то, что Господь, Субханна Аталия, Он один-единственный создатель, Он единственный управляющий, все в его руках, все, что происходит, происходит словом будь, и оно становится. Все, что происходит, происходит по мудрости Всевышнего Аллаха, при том, что Всевышний Аллах не поступает несправедливо. И вот этот человек рабом бани, это который верит в тауфит рубубия. И поэтому, баракалуфикум, он не печалится, если что-то происходит из мирского. Спокойно, отнес, каддр Аллаху ма шаафа. Потому что у этого мира есть Господь, альхамдуллах. Если что-то приходит из мирского, а у него такого нету эйфории, такая радость. Спокойно, альхамдуллах, пришло, пришло, милость Аллаха. Однако, он по-настоящему печалится религии своей, если что-то упускает из религии. И радуется, если ему дано что-то без религии. Второе же слово роб, а слово торбия, воспитание. Поэтому духовный наставник, имеется в виду, духовный наставник, то есть тот, кто верит в тауфит рубубии, и при этом воспитывает других. То есть не ограничивается на себе. Поэтому, видите, два смысла собрано в этом. Сейчас мы увидим это в Тавсире. Будь фактихом, сам разбирающимся в религии и обучающим этому другому. Говорят также Тавсире, что роббани, тот, кто, юрабби нас, воспитывает людей. Сначала дает им маленькие знания, и потом потихоньку, потихоньку, потихоньку большие знания. Мудрецы, улема, ученые. Тот, кто искренне ради Всевышнего Аллаха относится к людям в отношении его создания. Я слышал, как один ученый-мужчина говорил, Раббани, это тот ученый, который разбирается, что является дозвольным, что является запретным. Что приказано, что запрещено. Аль-Арибби, Амбай, Аль-Умма, знает о истории общины. Макана ва Маякун, то, что было, из того, что будет. Из того, что будет, имеется в виду, из того, что сообщено в Куране и в Сунне. У Ахтейль также говорит, Раббани юна фаукал ахбар. То есть, Раббани, это как бы степень ученого, но это выше, чем хибр. Или хабр. Хабр, это как ученый, это еще выше, чем. То есть, грубо говоря, знаете, как есть, например, профессор, а есть академик. То есть, хибр, это профессор в исламских общинах. А есть академик, это как Раббани. Такое тоже, что в Сирии есть. Ахбар, профессор, это выше, чем Алим. Алим, это, допустим, кто, например, скажем, человек, который имеет просто высшее образование. То есть, понял, да? Высшее образование, получается, профессор, академик. Если так можно выразиться условно. Или пример такой привести. То есть, раббань – это тот, кто помимо знаний еще знает, как руководить людьми или как строить отношения с людьми. То есть, будьте раббаньюны, то есть, исповедуйте религию перед вашим господом. Вот от слова что? Рубубие, как мы сказали же. То есть, основа слова раббы как будет? Риббийюн, то есть, слово это. То есть, алиф зашел из-за тавхима. А потом сказали, что сана'ани, а слово сана'а, то есть, добавили. То есть, это те, кто занимается знанием. Почему они названы раббанил? Потому что они выращивают свои знания. То есть, видите, юраббуна аль алим взращивает свои знания. И живут соответственно этим. То есть, что значит, юраббуна алим взращивает? Постоянно требуют знания. И живут соответственно этим. И воспитывают обучающихся маленьким знанием до больших. И каждый, кто, говорит, исправляет что-то и делает это полноценным, его арабы называют как? Раббагу яруббу. То есть, как бы воспитывает, выращивает. То есть, единственное число говорит раббанун. То есть, единственное число говорит раббанун. То есть, это со стороны грамматики арабского языка. Откуда слово раббанун пришло? Это тот, кто взращивает свои знания практикой. То есть, видите, знание выращивается как практика. Если ты знания взял и хочешь увеличить, начни их практиковать. Укали Мухаммад ибн Аббас, Мухаммад ибн Аббас говорил, «В тот день, когда я умирал Абдулла ибн Аббас, я умаммад раббани гайзель умма». «Сегодня умил раббани». То есть, духовный вставник этой общины. «Валякин куну раббанию на Всевышний Аллах сказал, «Однако будьте духовные вставники бимакунтум, бимакунтум, ай бимаантум». То есть, на том, на чем вы. «Како ли это аля манкана фельмахди сабия?» Как? То есть, можно рассказать с тем, кто сейчас в своем, в своей люльке является ребенком. «Ай манго фельмахд». То есть, со стороны ирабского «Манкана фельмахди, ай манго фельмахд». «В фельмахди туалимун аль китаб». «Валякин куну раббанина бимакунтум туалимун аль китаб, ай поскольку вы обучаете писанию». «Хара ибн Амир ваасм ва кисай туалимун а биттаждид минат-таалим». То есть, взялся слово «таалим обучение». «Ва каля ахарун таалимун». В некоторых риваятах пришло как, в некоторых видах чтений пришло «бимакунтум таалимун аль китаб». То есть, из того, что вы знали из книги. «Хакав ли таалиму бимакунтум тадрусуна и тахрауны». Как Всевышний Аллах сказал, изучайте его. Дальше Всевышний Аллах говорит в 80-м ваяте. И он, то есть, ему также не подобает, помимо того, что не подобает ему призывать вас, чтобы вы ему поклонялись, также не подобает вам приказывать ему «хар-ибну Аббасу ва хамзу ва якуб биназбирра». «Ва ля айамуракум». «Атфана ля каули сумма якуля». То есть, «ма атуф» на слово «сумма якуля». «Фаякуну мардудан аль башар». «Ау ва ля айамуракум бизалик аль башар. Ва киля аля лидмари ан». Говорят, что здесь есть «ан мудмара». А мы знаем, что «ан» для «ан» и «данка» является что из причин того, что ставит глагол в положение «нас». И то, что «барак лауфикум» приходит у тебя, то, что иногда «ан» приходит мудмара, скрытая. Мы с вами недавно разбирали это в Альфии. «Барак лауфикум». «Ай ля айамуракум». Как? Ам Аль Санна как раз на этой теме был. «Ай ва ля айамуракум залька башар». То есть, «не приказывают вам этого люди». «Ва кар аль бакуна биррафи аля стенав». То есть, как будто как новое предложение. «Ва ля айамуракум». Через «дам». Как новое предложение. «Ва ля айамуракум Аллах». Всевышний Аллах не приказывает. «Ва ля айамуракум Мухаммад». Что здесь «ва ля айамуракум» имеется в виду. «Не приказывает вам Мухаммад». «Чтобы признавали вы ангелов и пророков своими господами». Имеется посол Господа. Это что? Объектами поклонения. «Как это делали куршиты и сабииты. «Хайсукалив». «Заявив Аль Малайкатубанатуллах». «Сказав, что мы ангелы являются дочерьми Аллаха». Что касается иудеев-христиан, то они сказали про Ису, али ассаляма, про Узайра. То, что сказали. То есть заявив, что они являются детьми Всевышнего Господа. «А я, муракумбельку, фрибады, изанта муслимун». «Не разве такой человек, то есть которым была использована книга и пророчество, станет приказывать вам совершать неверие после того, как вы стали мусульманами?» «Халю лягу аля тариха ти тааджу валь инкар яни ля якулю газа». То есть разве он может такое сказать, как бы удивляется, как удивление, никогда подобного вам не скажет. Вы заметили, что Кур'ан, Субханалад, не то что так сильно каждое, каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний. Каждое слово подразумевает под собой или же несет под собой огромное количество знаний. Поэтому, Аллах, если Всевышний Аллахарading проявил тебе милость, ты изучаешь табска книги Всевышнего Аллахарада, знаешь, что это из милости Всевышнего Господа, спонтал, без дозволения Аллахар tryin, без тех признаков, что твое сердце не запечатает. Если ты в Исламе видишь, что ты вообще никогда не изучаешь или не изучал слова Всевышнего Лос-Манталь, то есть их толкование, то есть вероятность, что то сердце просто-напросто запечатано. Всевышнего Лос-Калапаляйта-дам-баруна, Куран, Амаля-кулюбина, Палюма. Неужели они не задумываются, не размышляют над Кураном? Или же на их сердцах замки? То есть замки имеют в виду, что их сердца запечатаны. Поэтому, если ты не хочешь печать, чтобы то сердце было запечатано, а запечатанное сердце никакое благо не заходит, братья. Барак-Луфикум обязательно изучает книгу Всевышнего Лос-Манталь. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить Тавсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется Барак-Луфикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть Барак-Луфикум получается и выучите, и будете знать Тавсир. Смотрите внимание, Супан-Алла. Да сколько вот удивительны слова Всевышнего Господа Супан-Алтали. Если человек, как я сказал Всевышний Аллах, афаля это добару на Кур'ан, почему они не задумываются над Кур'аном? Афаля это добару на Кур'ана, ам аля кулубин акфалуха.